Вопросы бывают простые, серьезные, бестактные, большие, но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром». Добрый день, дорогие друзья! Друзья, как всегда, по вторникам на первом радио программа «Вопрос ребром» у микрофона Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях лидер оппозиции, председатель партии Ешатит, я Ирлапид. Господин Лапид, здравствуйте! Но надо сказать, мы записываем наше интервью в понедельник 6 мая, в День памяти катастрофы и героизма европейского и североамериканского еврейства. Но перед тем, как мы обязательно начнем с вами говорить о глобальных темах, но сначала давайте поговорим о том наблюдении, которое меня вчера, ну, воскресенье 5 числа просто вывело из себя. Я вчера гулял со своим внуком в парке Яркон в Тель-Авиве вечером, и там было огромное количество харидим, они жарили мясо, радовались там, пели, плясали. И хотел бы у вас узнать, вот когда это началось, так было всегда или когда-то это началось, и можно ли с этим что-то сделать? Я хочу только понять. Точно понять, они гуляли в День катастрофы? Вечером, в День катастрофы, гуляли, жарили мясо, радовались и, в общем, вели себя, вот как будто они чего-то там празднуют. Они не вели себя так, как будто они что-то празднули, а вели таким образом, как будто бы они никак не связаны с государством Израиля. Они создают отдельную какую-то действительность, они не должны призываться в армию, работать, платить налоги, вставать смирно во время звучания сирены. И что они не являются частью нас. Большая ошибка государства, что позволяет им это сделать. В последние дни было опубликовано кое-что, на что никто не обратил внимания. Вышла служебная записка заместителя юридического советника о том, чтобы написали формулировку закона о призыве. То есть, другими словами, Натаньяо позволяет самим ортодоксам писать закон о призыве. Ликут не пишет этот закон, а ортодоксы сами для себя пишут этот закон. Скажите, сколько ортодоксов призовутся в армию после того, как они сами напишут этот закон? Но давайте о этом законе мы поговорим чуть позже. Все-таки я хотел поговорить о катастрофе. Сегодня такой день очень важный. Ваш отец, Томи Лапид, выжил в катастрофе, приехал в Израиль, сделал карьеру. И вот после 7 октября мы постоянно с вами слышим сравнение Холокоста и резни, устроенной Хамасом. Президент Герцог заявил, 7 октября при всей трагичности это все-таки не Холокост. Вы согласны с определением президента, что это не Холокост? Моя жизнь начинается между двумя погребами. В одном погребе сидит мальчик, которого зовут Томи Лампель, это мой отец. Они сидят на своего рода таком погребе для Оглии, где сидят примерно 600 человек. Моя бабушка его позвала и говорит, встань, Томи. Ты не знаешь об этом, но сегодня день твоей бармитцвы. Папа не придет. То есть мой дедушка в концлагере умер. Я не могу тебе приготовить пирог. Но она сказала, что есть одна вещь, которую я могу сделать. И она вытасшила маленькую бутылочку. Один бог знает, как она ее сохранила. Это были духи Шанель Пять. Это были духи элегантных женщин до начала Второй мировой войны. Она разбила эту бутылочку о пол. И сказала так, по крайней мере, на бармитцве моего ребенка не будет вони. И никто в мире не убедит меня в том, что это не была самая еврейская бармитца в мире. Не нужны ортодоксы, не нужны раввины, когда есть еврейская судьба. Весь этот период мой отец сидит в гетто, в подвале. И не спрашивает себя, когда же придет еврейская армия спасти меня. Потому что не было тогда никакой еврейской армии, и не было государства, которое защитило бы его. Другой подвал, где проходит моя жизнь, это погреб в моем доме, который является еще и убежищем. И седьмого октября есть сигнал воздушной тревоги. И я должен опустить туда свою молодую дочь, которая, человек с особыми потребностями, она не понимает, что вокруг нее происходит. Есть звуки тревоги, есть звуки взрывов, есть ракеты. Она боится. Но я знаю, пройдет столько, сколько нужно времени, но придет наша еврейская армия, и сильное государство, которое сумеет дать отпор и отвоевать страну. И мы пойдем и убьем всех тех, кто пытается убить нас. Нет, все-таки седьмое октября, это не катастрофа. Седьмое октября, это самая большая беда, которая с нами случилась со времен катастрофы. И напоминание о том, что государство Израиль – это чудо, которое случилось с нами, и мы должны сохранять его ежедневно. Окей. В преддверии Дня памяти жертв Холокоста премьер-министр Натаньягу записал обращение к народу. Он сказал, если мы останемся в одиночестве, значит, останемся в одиночестве. Поэтому мы будем себя защищать всеми способами, одолеем врагов и гарантируем нашу безопасность. В северной, на секторе газа, на северной границе, повсюду. Ну и ранее он заявил, что прекращение войны равносильно капитуляции. Прекращение войны равносильно капитуляции. Согласны вы ли с подобным определением? И что будет, на ваш взгляд, если Израиль, не дай бог, останется в одиночестве? Прежде всего, нет никакой связи между его заявлениями и реальностью. В современном мире никто не один. И единственная причина, что позволяет ему делать такие заявления, это то, что у армии есть американское оружие. И топливо, бензин в той машине, которая привезла его на эту церемонию, мы купили в Азербайджане. И пшеница для хлеба, которую мы покупаем в Украине и в Австралии. В 21 веке мы живем в мире глобальной экономики и глобальной политики. Я рекомендую, чтобы глава правительства Израиля говорил бы минимально вежливо по отношению к нашим друзьям. Так ведут себя дипломаты. Потому что в закрытых кабинетах он всегда был и остается кроликом. Но подход был такой и остается, что ссоришься в закрытых комнатах, но ты не должен обижать своих союзников перед телекамерами и микрофонами, потому что это безответственная позиция. Потому что это предпочтение Бенгвиру и Смутричу перед ответственным руководством страны. Войну против Хамаса нужно вести до тех пор, пока Хамас не будет уничтожен. Все его звенья, подразделения, все его возможности. До этого, перед этим, необходимо вернуть домой похищенных, а также и заняться северным фронтом Хезбаллой, либо политическим путем, либо военным. Это все очень сложные испытания. И путь вести, справиться с этими испытаниями не в том, чтобы выступать с заявлениями перед камерами, и задевать наших друзей о том, как побеждать врагов. Вы знаете, вот чем больше продолжается война, тем больше я убеждаюсь, что вы были неправы, когда они вошли в это правительство. Понятно, не очень приятно сидеть вместе со Смутричем и Бенгвиром, и выслушивать все, что они говорят. Но мне кажется, национальная ответственность заключается в том, что делать не то, что тебе приятно, а то, что необходимо. И голос разума, еще один голос разума в правительстве, нам бы точно не помешал. Как вы все-таки сейчас, когда прошло больше, чем 200 дней, все это рассматриваете? Я более чем когда-либо убежден, что я был прав в том, что нельзя было входить в это сумасшедшее правительство. Я смотрю на Ганца и на Айзенкота. Они никак не влияют. В конце концов, Бенгвир и Смутрич управляют этим правительством вместе с ортодоксами. Они... Никто не прислушивается к Ганцу и к Айзенкоту ни по вопросу с похищенными, ни по взаимоотношению с американцами, ни по Северному фронту, ни по вопросам экономики, которых вы еще не коснулись. Они не закрыли ни одного лишнего министерства и не прекратили движение коалиционных денег. То есть это ни в коем случае не экстренное правительство и не правительство национального единства. Это безответственное правительство. И если бы я не был вне этого правительства, никого бы не было, кто кричал бы голосами семей похищенных, который кричал бы против закона о призыве, который хотят провести, которые уничтожают средний класс под бременем, непомерным бременем налогов и неправильной экономической политики. Это правительство следует вышвырнуть из нашей жизни и не увеличивать его голосами еще 24 депутатов КНС. Не идеальна, конечно, ситуация с выборами во время войны. Нужно вести это дело ответственно. Но это, конечно же, намного лучше этого сумасшедшего правительства, где министры демонстрируют против себя самих, которые останавливают грузовики с гуманитарной помощью, которые сами и отправили. Вот сейчас очень много, вы, кстати, вот перед рекламой очень много говорили, в том числе о заложниках. Разумеется, тема заложников, это тема центральная, самая больная. Очень много информации различной и в американской прессе, я читаю, и в израильской прессе. Понятно, что много фейков. Вот все-таки, где мы сегодня находимся? Вот хотя бы объясните в общих словах, к чему мы приблизились или мы не приблизились ни к чему? К сожалению, в последние пару дней мы отдалились. Мы все еще говорим, что есть 132 похищенных, но, к моему огромному сожалению, немало из них уже умерли и каждый день умирают. И это та самая причина. Я не говорю о том, это важнее или не важнее в рафиях, но ясно, что это более срочно. Израиль, или другими словами, правительство занималось этим вопросом халатным образом, отправляют, возвращают дилегации в Катар, разговаривают с египтянами, с Катаром. Сейчас есть на столе предложение, подготовленное египтянами, в том, что американцы и большая часть кабинета, и я тоже считаю, что это предложение тяжелое, но приемлемое. Никто не... никому это не понравится, ни само предложение, ни его последствия, но нужно это сделать. Да. Вместо этого начало движения в рафиях может торпедировать это. Я за проведение операции в рафиях, но сначала важнее закончить эту стадию, важнее вернуть похищенных. Но здесь же есть противоречия, потому что Хамас, то, что мы читаем, что сегодня писала, например, газета Уолл-Стрит-Джорнел, что Хамас требует прекращения войны. Поэтому, если мы освобождаем заложников, войны никакой не будет. Это значит, тема рафияха закрыта. Вот как с этим быть? Хамас нарушил все соглашения, которые были или будут с ними, и у нас будет много возможностей вернуть в рафиях. Не стоит и преувеличивать силами Хамаса в рафиях. Это четыре самых слабых батальона. Нужно туда войти и их уничтожить. Точно так же, как нужно войти в эти тоннели и уничтожить их, есть Сенуара и Мохаммада Дефа. И даже если это произойдет через полгода, ничего страшного не случится. Но если не будет определено, кто вообще поменяет Хамас как управленца в секторе Газа, это сложный процесс. И сделку по обмену, по возвращению похищенных нужно осуществить сейчас. Вы знаете, вот мы сегодня вспоминали историю, Холокост, Вторую мировую войну, и мы с вами прекрасно знаем, что уже в 43-м году союзники решали, как им быть с Германией. Какая будет власть с Германией в 43-м году, за два года до окончания войны. Сегодня мы не понимаем, как будет выглядеть Газа. То предложение, которое озвучили американцы, мы отвергли, а других предложений у нас нет. Так вот, как, на ваш взгляд, должна управляться Газа, и почему Израиль не предлагает свою какую-то стратегию управления Газой после войны? Прежде всего, потрясающе, государство Израиль вступило в войну, не определив цели войны. Это часть из вот этого самого управленческого, властной вот этой халатности. Тот, кто должен управлять сектором Газы, это коалиция из международного сообщества и умеренных арабских стран. При этом доминирующее положение, очевидно, будет занимать Египет, как потому что у них есть граница с сектором Газы, а также и потому, что это крупнейшее и ближайшее государство к сектору. А также и Арабские Эмираты должны быть частью этого. был я там, посетил Эмираты на прошлой неделе и участвовал в нескольких обсуждениях. Вы как раз встречались с министром в Арабских Эмиратах. Насколько они согласны с этим? Потому что мы можем сами думать, что хотим, насколько они хотят участвовать. Они даже сегодня Эмираты задействованы в этом процессе. Часть грузовиков, которые через Эрес въезжают в Газу, это грузовики Эмиратов, а также есть и больницы Арабских Эмиратов неподалеку от Рафиах. Есть готовность со стороны Эмиратов участвовать в управлении Газой после войны. Это верно также и в некоторой степени по отношению к Саудовской Аравии, но ясно также, что часть этого всего будет и палестинская автономия после того, как она должна будет провести серьезную реформу и мы должны быть убеждены в том, что произведены реформы в плане коррупции, а также и оборонном аспекте. И мы должны также быть уверены в том, что в сектор Газы, в секторе Газы Хамас не возвращается к власти. Одно предложение о том, что там должна быть как-то представлена палестинская автономия, разрывает эту коалицию сразу. Поэтому это все нерелевантно. То есть то, что вы говорите сейчас, мы должны признать то, что то, что важно, это небезопасность государства Израиль, это не неважно статус, международный статус государства Израиль, важно, чтобы не убивали еще тысячи солдат и граждан. то, что важно, это только политическое выживание Натаньяу, я не думаю, что это настолько важно. 5 мая депутат Кнесто Михаль Биттон из государственного лагеря заявил в интервью телеканалу Кнесто, скоро мы выйдем из правительства и в сентябре внесем законопроект о распуске Кнесто. На ваш взгляд, вы знаете, я разговаривал с одним высокопоставленным депутатом и он говорит, что правительство как-то продержится, не из Ликуда, продержится до 26-го года. Я бы с ним не согласился. На ваш взгляд, когда могут состояться выборы и можно ли будет, ну, что называется, заставить Ликуд пойти на распуск Кнесто? Я полагаю, где-то к концу 24-го года, не позднее, начало 25-го года это правительство не выживет. Не в соответствии с тем фактом, что не от того факта, что на совести и на руках этого правительства уже есть более полутора тысяч убитых граждан и солдат, а также и падение экономики. Когда последний раз вы были в супере? Для того, чтобы сегодня пойти в супер, нужно брать Машканту. И не полнейший наш крах в области международной политики. Никогда правительство не рушится по какой-то одной причине, а всегда какой-то есть комплекс причин и каких-то трещин внутри. Они, конечно, будут повторять как мантру до 26-го, до 26-го, но мало кто внутри правительства верит, что это будет так. Вот вы меня постоянно спрашиваете, когда я был в последний раз в супере, в пятницу. так вот, цены выросли после 1-го мая, просто взорвались цены. Вот, на ваш взгляд, с чем это связано и что можно с этим сделать? Потому что прошлое правительство, можно уже как угодно его критиковать, начало какие-то реформы. Но реформы все закончились и пока их не видно. На ваш взгляд, что надо сделать, к чему вернуться, чтобы как-то все-таки этот вопрос решить? Ведь это же не вопрос правых и левых. Это же не то, что ваши избиратели, избиратели Ликуда или Яду Татара. Это касается каждого. Во-первых, вы правы. Действительно, в предыдущем правительстве были произведены тельные процессы по снижению цен. Я принимаю это, как с вашего позволения, как похвалу, потому что я был премьером в прошлом правительстве. Приведу пример. В один день однажды вошли в канцелярию ко мне люди и сказали, что собираются поднять цену на хлеб. Я сказал, я хочу завтра утром здесь представители всех соответствующих ведомств, министерств. Собрались человек 35 на заседание. Я им сказал, что вы здесь будете заседать до тех пор, хоть до завтра, пока не будет предотвращено повышение цен. Я заявляю, что в 2 часа ночи я всех отпустил, но утром мы продолжили и приостановили повышение цен. Так работает правительство, которому не безразлично дороговизна жизни, не безразлично средний класс и вообще граждане. Что не безразлично по крайней мере по отношению к людям, которым тяжело даже покупать хлеб. Экономическая работа, труд это скучно, это обычно не вызывает серьезных каких-то положительных эмоций в газетах и вообще, но было правительство, которому было не безразлично и не было такого сумасшедшей гонки цен, как это происходит сейчас. Мне кажется, это не так все, просто безразлично и небезразлично, что Натаньягуш точно не хочет, чтобы цены росли, но вот спроси его, хотите ли вы, чтобы росли цену, я уверен, он скажет, да вы с ума сошли, конечно нет. Вопрос, наверное, все-таки в каких-то реформах. ясно, что это не только безразлично или небезразлично, это связано с тем, что ты конкретно делаешь. Вы могли взять 200 миллионов долларов и совершенно 200 миллионов шекелей совершенно ненужного министерства Аурид Струк и передать это в экономику. Миллиарды шекелей коллекционных денег переводятся в эти нужды вместо того, чтобы переводить для снижения стоимости жизни. Были отменены даже многие реформы, в том числе реформы в импорте. То, что нужно не только намерение нужно встать утром и начать работать. Мы начали работать. Вчера был министр финансов правительства занят, потому что он участвовал в демонстрации напротив канцелярии главы правительства против самого правительства. И когда вы позволяете клоуном управлять страной, так оно получается. Окей. Ну а теперь давайте о том законе, который действительно может разорвать эту коалицию, закон о призыве, или многие говорят закон о непризыве в армию. На ваш взгляд, насколько есть большой шанс, первое, что этот закон будет принят в том варианте, в котором хочет принять коалиция, первое, и второе, сумеет ли правительство все-таки найти возможности финансировать ешивы, даже несмотря на четкий запрет богатца. прежде всего мы следим за этим и мы объясняем тем людям, которые несут ответственность за перевод денег, что мы не позволим им работать без наблюдения. Там находится депутат Владимир Беляк из партии Яшатит. Мои люди сидят напротив сотрудников Минфина. мы будем тяжело работать для того, чтобы убедиться, чтобы не передаются деньги под столом. Простите меня, но я не доверяю их честности, есть у меня на это хорошие причины. Мои опасения, мое большое опасение и других людей, что они попытаются провести какой-то закон, являющийся абсолютно ложью, устроят пресс-конференции, объявят о том, что есть изменения, но на практике никаких изменений не будет. И я говорю, как я, то, что я говорю уже в начале сегодняшнего разговора, Ликут сегодня не пытается написать закон о призыве, а передал это в руки самих ортодоксов. Если это будет так продолжаться, мы оба знаем, сколько ортодоксов призовутся после того, как они сами и напишут закон, это пыль в глаза, это политика раньше, чем безопасность, и что страшнее всего, что вся система безопасности говорит о том, что это даже не принцип, нам нужны солдаты, нам нужны тысячи солдат, поскольку в стране полно людей, которые уже 180 дней сделали резервистской службы и уже имеют на руках призывные повестки на следующий этап. Их бизнесы рушатся, семьи рушатся, но ортодоксы ведут себя по-прежнему, так как будто бы это не их проблемы. Главный раввин Израиля может говорить о том, что это все благодаря молитвам, а не благодаря армии, у меня есть предложение. Если молитвы так здорово защищают людей, давайте передвинем батареи Кипот Барзель в другие места, чтобы охранять других людей. Раз молитвы так здорово защищают. Да, молитва действительно очень здорово защищает, но все-таки защитит ли молитва это правительство и сможет ли оно принять этот закон в том или ином виде, ведь все-таки в Ликуде есть еще здоровые силы, которые считают, что нельзя принимать закон о непризыве. Верно, есть люди и в Ликуде и в религиозном Сианижне, которые говорят о том, что мы не готовы проголосовать за такой удар по безопасности Израиля и такое вопиющее различие крови от крови. Будут десятки тысяч ортодоксов, которых никогда в жизни не потребует надеть форму, взять в руки оружие и идти воевать. Я этих людей приветствую, это проявление национальной ответственности и я ожидаю от них не содействовать еще одному мошенничеству и принятию закона, который не будет иметь никакого смысла. Кровь наших детей не менее важна и не менее густа, чем кровь остальных. На ваш взгляд, правительство переживет этот закон или он станет камнем преткновения. Я надеюсь, что не переживет. Я также не комментатор по этому вопросу, не толкователь. Я буду делать все, чтобы оно не пережило, поскольку народу Израиля полагается намного больше. Заслуживает народ намного больше, чем это ужасное правительство и нашим солдатам. стоит, чтобы ортодоксальные евреи воевали плечом к плечу с другими и участвовали в войне, которая нам навязана. Ну, Маковеи тоже были религиозными евреями. Ну, хорошо, давайте перейдем все-таки еще поговорим немножко про международные дела и про экономику. Но вот то решение, которое принял президент Турции Эрдоган, как говорят, очень сильно ударит по израильской экономике, ну, во всяком случае, в краткосрочном периоде. И, собственно говоря, ударит и по уровню цен, по строительной области и так далее. И очень многие бизнесмены говорят, что к этому надо было готовиться с самого начала военных действий, но ничего не было сделано. Вот на ваш взгляд, как можно этому противопоставить? Ведь это действительно серьезный удар. Прежде всего, вы правы, что нужно было к этому готовиться, поскольку это заранее было понятно, известно. Но всегда любая катастрофа приносит какие-то шансы и возможности. зависимость израильской экономики от капризов Эрдуана никогда не имела успех. Кроме того, есть еще что-то серьезное, что нанесло удар по местному рынку, поскольку турецкая экономика не привязана к стандартам и к инструкциям, экологическим инструкциям, так как это происходит у нас. То есть это привело к нечестной конкуренции. Не будет ущербом, если сейчас провести соответствующие изменения, чтобы соответствовать этому. Правительство вместо того, чтобы для того, чтобы финансировать политиков, партии и так далее, нужно провести теряные процессы по оптимизации работы, прежде всего правительства, для того, чтобы оптимизировать местное производство и импорт из других мест. Но, как обычно, они ничего не делают. Вы знаете, после 7 октября возник вопрос, что делать с палестинскими рабочими. И Нир Баркад говорил, надо завозить из Непала, из Индии, откуда только нет. Но, тем не менее, строительные подрядчики говорят, без палестинских рабочих никуда. Их вроде как не пускают на территорию Израиля, но постоянно продлевают разрешение на работу. Потому, что сами подрядчики говорят, невозможно сегодня обойтись без палестинских рабочих. Все-таки, где вы в этом вопросе? Как вам кажется, с одной стороны, есть вопросы безопасности, террора, с другой стороны, с необходимость экономическая? В этом вопросе я принимаю позицию Общей службы безопасности Шабак, которая говорит о том, что они улучшат процесс проверки тех, кто будет сюда приезжать, будут введены лимиты возрастные и иные, у них есть возможности это делать, у службы безопасности. Они производят здесь такую пилотную, осторожную пилотную программу и верится в то, что с точки зрения безопасности они смогут вести эти процессы эффективно. Я понимаю сложности строительной отрасли, но после 7 октября мы не хотим здесь на наших улицах видеть десятки тысяч палестинцев, которые не прошли настоящую проверку на безопасность. То есть нужно определенный баланс, верный баланс между личной безопасностью граждан и экономическими нашими потребностями. Я думаю, что Шабак предъявил, представил логичную формулу, как это нужно сделать. Вы знаете, у нас осталось несколько минут, и я бы хотел все-таки с вами вспомнить историю, совсем недавнюю историю, историю 23-го года, историю вот этой юридической реформы. Вот скажите, на ваш взгляд все-таки то, что вы принимали участие в этих демонстрациях, выступали, это усилило страну или ослабило страну? Это сделало нас как общество сильнее или слабее? Это дало врагам нашим уверенность, что мы ослабли, на нас можно напасть или наоборот? Вот как вот вы сегодня воспринимаете события 23-го года? давайте вспомним то, что там произошло. Это то, что правительство инициировало этот процесс, а граждане вышли защищать демократию. Когда задерживают кого-то, арестовывают за то, что он бьет своих детей, ты спрашиваешь, в чем дети виновны? Здесь было правительство, которое произвело атаку на демократию. И они хотят, по-видимому, что мы об этом забудем. Израиль говорила миру всегда две вещи. Первое, мы единственная демократия на Ближнем Востоке. И второе, мы самое сильное государство на Ближнем Востоке. То, что это правительство забыло, то, что Израиль сильнейшее государство на Ближнем Востоке, благодаря тому, что это демократия. И тот, кто был ответственным за ослабление устрашающей силы нашей страны, и это присутствует во всех во всех докладах разведки, это правительство. Во время праздников после Йом-Кипур я созвал пресс-конференцию и объявил, что нас ожидает серьезная катастрофа, поскольку правительство ослабило страну. здесь погибнут люди. Я это знал, поскольку я был у главы правительства на инструкции по безопасности. Эта разведенная информация была открыта как правительству, так и мне, как главе оппозиции. Но она была занята сумасшествием Яри Валевина и попытками ослабить израильскую демократию. Тот, кто несет ответственность, это правительство, и поэтому виновата правительство, а не рядовые граждане, которые вышли защищать демократию. Ну что ж, дорогие друзья, лидер оппозиции, председатель партии Яшатит Яйр Лапит, огромное вам спасибо. Сегодня непростой день, я напоминаю, что мы записывали в воскресенье, ой, что мы записывали в понедельник, да, 6 мая в день памяти жертв Холокоста и героизма европейского и североафриканского, надо подчеркнуть еврейства. Непростой день, непростые вопросы, ну, как и наша непростая жизнь. Спасибо вам. Спасибо. Все, и мы встречаемся в этой студии ровно через неделю. Мне только остается поблагодарить нашего замечательного переводчика Льва Коплунова за, как всегда, прекрасно сделанную работу. С вами был Марк Кричевский. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова